Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. День воинской славы России 23 августа 1943 года. Курская битва. В этот день завершилась битва на Курской дуге, закончившаяся освобождением Харькова, продолжавшаяся 50 дней и ночей. Враг потерял 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 самолетов. Победа в гигантской по масштабу Курской битве завершила коренной перелом в Великой Отечественной войне. В Курске в эти минуты проходят торжества по случаю 75-летия победы советских войск в Курской битве. Почтить память героев легендарного сражения приехал Владимир Путин. На мемориальном комплексе Курская дуга президент вместе с ветеранами возложил цветы к могиле неизвестного солдата. Глава государства также осмотрит экспозицию командный пункт Центрального фронта, в котором располагался штаб маршала Рокоссовского. В истории войн не было другого такого масштабного танкового сражения. Эта битва, как и Сталинград, стала одной из ключевых в Великой Отечественной. В честь этой важнейшей победы сегодня в городе состоялся военный парад. Из Курска Константин Каковешников. Государственный флаг Российской Федерации. Спустя три четверти века после Курской битвы, окончательно переломивших от Великой Отечественной на улице города, вновь форма военных лет, вооруженные знаменитым ППШ, пистолетом-пулеметом Шпагина, в составе исторических парадных расчетов идет уже новое поколение военнослужащих. Их сменяют юно-армейцы, представители главного военно-патриотического движения страны. Не только один из самых масштабных, но и один из самых представительных парад в Курске собрал действующих военнослужащих со всего западного военного округа. В составе расчетов больше полутора тысяч человек сразу из восьми российских регионов. Следом за пешей колонной на проспект Победы выезжает тяжелая техника. Это легендарный Т-34. В 43-м такие же танки бились под Прохоровкой, а это уже современные образцы российской техники. Тигром и рысью проносятся новейшие боевые пикапы, поступившие на вооружение только в этом году. В небе над Курском проносятся современные военные транспортники и фронтовые бомбардировщики. В одном строю четверка истребителей Су-30СМ. Военный парад дань уважения главным героям праздника, ветеранам Курской битвы. В разгар самых кровопролитных сражений Петр Мехин командовал артиллерийской дивизией. До этого в разведке лично ходил за языком. Я по берегу речушки Хатомли проник к ним в центр, но чтобы не оставлять следов за собой, они их всегда утром видели. Я пошел зигзагами. Вот мое самое главное изобретение было, это зигзаги. Так называемый Курский выступ. Изогнутая в форме дуги линия фронта глубиной в 150-й шириной до 200 километров. В случае прорыва немцев грозит обернуться окружением. Со стороны Орла наступает группа армий «Центр». Ей противостоят войска Центрального фронта под командованием Рокоссовского. А со стороны Белгорода заходит группа армий «Юг». Оборону держат бойцы Воронежского фронта во главе с Ватутиным. Третьим фронтом Степным руководит Конев. Первые дни приходилось нашим войскам на 6-8 километров отступать, а потом снова отвоевать эти позиции. Вы представляете, что это такое было? Что это за месиво было? Сколько там людей погибло? Руководитель отряда «Курская земля» ведет нас тропами поисковиков, показывает предположительное место гибели красноармейцев. Немцы наступали, и на улице прошел сильный бой. И после этого убитых бойцов, по воспоминаниям их около 80 человек, закопали на этом бугре, в старом подвале. Вернуть память о павших героях помогает серьезная архивная работа. Накануне в селе Бобрышово открыли мемориальные доски с именами 426 бойцов. Это день скорби и день радости, потому что вот его прадедушка, защищая, вот погиб под панырями у него могила, у дедушки Лукин Михаил, вот, а это его правнук уже. Мемориальный комплекс «Курская дуга». Несмотря на рабочий день на улице города, сотни семей с детьми рассматривают раритетные образцы техники и благодарят тех, кто воевал за жизнь и свободу. Константин Каковешников, Олег Сусаренко и Дмитрий Колпачиков. Телеканал «Звезда» Курск. К знаменательной дате Министерство обороны на своем сайте опубликовало уникальные документы, долгие годы хранившиеся под грифом «Секретно». Фотографии, наградные листы, планы сражений раскрывают новые подробности героических событий лета 43-го и свидетельствуют о мужестве и самоотверженности советских воинов. Особое место занимает директива Ставки Верховного Главнокомандующего об утверждении плана освобождения Харькова. Чтобы исключить любую утечку, в документе сшифрованы имена военачальников. Под псевдонимами Юрьев и Александров скрываются маршалы Жуков и Василевский. Внимание привлекают также фотографии подбитых немецких танков, в том числе тигров. В ходе Курской битвы был развеян миф об их неуязвимости. Курской битвы Курской битвы Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Именно в боях на Курской дуге был развеян миф о его неуязвимости. В Курске уже начались юбилейные торжества. Вот об этом Ольга Ефремова. Главные на церемонии ветераны, участники Курской битвы, поколения победы. Для многих из них огненная дуга стала боевым крещением. Это было тяжелейшее испытание. Нам по 17 лет крещение боевое не в воде, а снарядами, пулями, крещением, бомбами. Это было страшно, но задача сражаться, победить врага, уничтожить, было превыше всего. Святые венки от благодарных потомков и не только из России. Сегодня в Курске гости из Чехии. Те, кто понимает, что советские солдаты сделали для Европы. И в 45-м, и здесь, в 43-м. Если бы не той победы и того, что происходило потом, мы остались бы, конечно, оккупированной страной и стали бы жертвой, так сказать, великого геноцида. За эту победу и за то, что следовало, мы очень благодарны. Более 100 тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов, участников Курской битвы были награждены орденами и медалями. Спустя 75 лет на торжества ветераны приехали со всей России и стран ближнего зарубежья. Сталинград, Прохоровка, Днепр, Днестр, Румыния, Молдавия, Польша. Мы в Сталинграде, когда замерзали, погревали друг друга своими телами, прижимали, естественно, друг к другу, потому что не было ни о чем было обогреться. Мы давали друг другу слово. Никогда не забывать это и никогда не забывать никого. В Курчатовском районе сегодня открыли памятник неизвестным солдатам. Очевидцы вспоминают, что на этом месте под землей находились землянки и блиндажи. Когда было наше кмутное наступление Советской Армии, здесь бойцы 121-й стрелковой дивизии. На этом месте были бои за село Макаровка. В Престенском районе установили новые мемориальные плиты с именами 426 советских воинов, погибших во время войны. Есть перед коллегией книги памяти, которая постоянно работает по районам. И вот Престенский район был закончен и внесен в 17-й том книгу памяти, часть 3-я. Самая масштабная часть празднования 75-й годовщины Курской битвы состоится завтра. Грандиозный военный парад. Более 80 единиц техники и военнослужащие всех родов войск. Ольга Ефремова, Вести, Курск. Новейшие образцы и техника времен войны и ровно 75 машин. В Курске прошел парад еще 75-й годовщины окончания одного из ключевых сражений Великой Отечественной. Победа на Курской дуге открыла путь к освобождению Украины и всей остальной территории Советского Союза. По главе колонны легендарный танк Победы Т-34. Некоторые образцы техники, которые проехали сегодня по центральным улицам города, впервые показали широкой публике. В параде приняли участие полторы тысячи военнослужащих, а в завершение пролетели 17 самолетов и вертолетов. О подвиге тех, кто смог одолеть врага в этом тяжелейшем сражении. Дальмира Бирюкова. Немцы стряточили крупные силы здесь с целью взять, как они думали, реванш за то поражение, которое имели в Сталинградской битве. Взять реванш на Курской вот этой битве. Но, как известно, ничего у них не получилось. Участник Курской битвы, радист, 94-летний Михаил Витошкин в этот день с болью в сердце вспоминает своих однополчан. Друзей, не вернувшихся из боя. Бах рядом, разорвался снаряд. Мой товарищ по фамилии Николаев. И не пикнув, свалился я мигом. Вот минуту только разговаривали, и его не любили. Ключевое сражение, длившееся полтора месяца битва под Курском, переломило ход истории. Заставило немцев почувствовать, что война проиграна. Китаровская армия больше не привела ни одной крупной успешной операции. Отступала до самого Берлина. Понаре, местечко в Курской области, где состоялось одно из знаковых сражений Курской дуги. Атака противника, который бросил сюда все свои силы, началась 7 июля 1943 года. И повторялась раз за разом. Но станция так и не была сдана. Минута молчания. В память о погибших солдатах. В первых рядах ветераны, сражавшиеся в кровопролитных боях под небольшим поселком Потаре. Летом 43-го здесь погибли десятки тысяч солдат. Станислав Зазуля несколько раз был контужен и ранен в Курской битве. Железнодорожник. На паровозе. Он вывозил из охваченного во войной поселка раненых. Две тысячи человек. Обратно же завозил боеприпасы. Нас сопровождал бронепоезд и два самолета-истребителя. И несмотря на это немецкие бомбардировщики прорвались и решили нас разбомбить. Но самолеты заставили их сбросить бомбы без прицела. То есть не повредили. И мы в Понере доставили это вооружение. И это вооружение дало возможность в освобождении Курска. Внуки и правнуки победителей. Для каждого, кто приходит к мемориалу, павшим в годы Великой Отечественной, история Курской битвы. Что-то личное. Дед уроженец Смоленской губернии. 15-го года рождения был танкистом. Прошел всю войну. Был командиром 2-го танкового батальона. Бабушка была рентгенолог в армейском госпитале. В составе той же 1-й танковой армии. Там они познакомились и уже после войны они расписались в Ленинграде. Они герои. Большое счастье, что они выжили в этой войне. Но они всегда являлись примером. Простое и важное спасибо сегодня говорят и иностранцы, которые тоже приехали почтить память ветеранов. Мы не могли сегодня не приехать, потому что Курское сражение – это действительно эпохальное событие в истории Великой Отечественной войны. У Белоруссии и у России общая история, общая традиция, общие корни. И это победа общая. Курское сражение, результат вот этого сражения, что мы живем как в Чехии. Потому что нацисты сказали, что Чехов здесь нам не надо оставить. Их планы были, чтобы Чехии исчезли с Чехской сегодняшней республики. Значит, если бы не было Курска, нас бы не было как нации. Ровно 50 дней понадобилось советской армии, чтобы окончательно переломить ход наступления противника. В память о тех событиях в небо над Курском поднялись истребители и бомбардировщики. Тальмира Бирюкова, Клим Санаткин, Антон Ефремов, Василий Филаретов. Первый канал. Курская область. Коренной перелом. 75 лет назад Красная армия разгромила многотысячную группировку немецких войск под Курском. Юбилей отметили военным парадом. Строем прошли почти полторы тысячи человек. Военные, сотрудники силовых структур и кадеты. А также около 80 единиц военной техники. Колонну возглавил легендарный танк Т-34. Курская битва продолжалась 49 дней. 23 августа в России стало днем воинской славы. С ветеранами битвы на огненной дуге встретился Роман Паршисов. Ветеран Борис Балабенко 75 лет назад служил в секретном инженерном подразделении. Передавал шифровки штабов. О чем и сегодня предпочитает не говорить. Зато охотно вспоминает лирику. В июле 43-го под Курском они, 20-летние мальчишки, еще только готовились стоять насмерть. К таким вот красавцам на позиции девушки приходили из соседних деревень петь частушки до утра. Самая распространенная частушка, которую я запомню до сих пор, это вот такая. Милый мой, выходи на богорок, выноси кусочек хлеба, краюху хлеба и каши котелок. Невидимое сражение под Курском еще до начала боев выиграли разведчики. Об операции Гитлера «Цитадель» ставку главнокомандующего предупредила британская агентура. Фронтовая разведка, взяв языка, подтвердила и уточнила время начала сражения. А потом был настоящий ад. Танки, пехота, огонь артиллерии. Новые тяжелые машины, кошачьи серии, «Тигры» и «Пантеры» превосходили по огневой мощи Т-34. Болванка 88-мм пушки «Тигра» могла насквозь прошить советский танк. «Тридцатьчетверкам» нужно было подойти метров на 500. И то сбоку, где у немецкого танка броня тоньше. Артиллерист Сейфутит Багов из Нальчика рядом с боевой подругой пушкой 76-го калибра вспоминает, как в бою под Прохоровкой удалось уничтожить 9 немецких танков. И как прощался с жизнью, когда думал, что враг окружает. Огромное количество танков, кстати, поднимает пыль, летят на большой скорости. У меня волосы подняли. Сзади тоже они насквозили? Думаю, сзади подошли. А потом он мне показывает. Это наши танки. В Курской битве Красная Армия готовилась больше трех месяцев. Миллион триста человек солдат со всего Советского Союза, не считая мирного населения. На протяжении 500 километров люди вручную возводили 8 рубежей обороны. Небывалую до той поры. Противотанковые рвы, минные поля и заграждения. Синичник Павел Гладков из Кишинева рассказывает, был на волосок от гибели. Вернее, на лист документов в кармане гимнастерки. Заветная корочка спасла от осколков грудь, но не руку. Меня, значит, оглушило, бросило в сторону из руки кровь. Дыхание прекратилось. В глазах ничего не вижу. Мельтюшится всякое. 50 дней и ночей на огненной дуге больше двух миллионов человек с обеих сторон пытались уничтожить друг друга. В одном только Прохоровском сражении лоб в лоб сошлись 1200 танков. 500 немецких и 700 советских. Каким чудом остался жив в этой мясорубке ветерану Михаилу Булатову и вспоминать страшно. Разрывался снаряд. Ладно, ты остался, тебя не тронуло. Живой-живой. Ладно, и ты стоишь обратно. Вот сколько раз приходилось, как говорится, ходить, вот разминировать и минировать. Ну, уже забываешь о том, что это какой-то страх. На юге Курской дуги части 2-го танкового корпуса СС под командованием Манштейна и элитные соединения «Мертвая голова» за 6 дней ожесточенных боев смогли продвинуться только на 35 километров. На севере и того меньше. Наступательный порыв немцев иссяк. Надежда Гитлера на операцию «Цитадель» окончательно похоронила Прохоровка. Красная армия начала Орловскую, а потом и Белгородско-Харьковскую стратегические наступательные операции. По плану советского командования армии Западного, Центрального и Брянского фронтов перешли в контрнаступление сразу на трех направлениях. С 12 июля 43-го это и было началом полномасштабного наступления. Тот самый коренной перелом в войне. Ценой огромных потерь освобождены города Орел, Белгород, Богодухов. Немцы отступали, оставляя после себя выжженную землю. В результате упорных боев 23 августа они оставили и Харьков. После чего линия фронта медленно, но верно ползла уже только на запад, до самого Берлина. Роман Паршенцев, Станислав Савенков, МИР24. Вначале о масштабных торжествах в Курске. 75 лет назад завершилась величайшая танковая битва всех времен, окончительно переломившая ход Великой Отечественной войны. Больше двух миллионов человек с двух сторон. Десятки тысяч танков, орудий и самолетов. Это сражение длилось почти 50 дней. Фашисты потерпели сокрушительное поражение, оправиться от которого уже не смогли. После Курской битвы они только отступали. В Курске сегодня прошел военный парад, посмотреть который собрались десятки тысяч жителей города. Приехали и участники тех событий, ветераны Великой Отечественной. Михаил Акинченко с подробностями. Из самых разных уголков страны на железнодорожный вокзал Курска приезжают ветераны. Они прежде даже не знали друг друга лично, но их всех объединяет память об одном из самых жестоких сражений Великой Отечественной. О Курской битве, в которой они все принимали участие. Орден славы. Первая медаль за отвагу и за боевые заслуги. Потом были и другие. Но тот самый первый бой для 18-летнего наводчика-артиллериста стал для него и самым трудным. Его он запомнил на всю жизнь. Первая моя встреча здесь была. Я сразу вступил в бой с танками. Помните, что за танки были? Да бог знает какие. Какие ползлить и бил. А иначе я не убью, меня убьют. Вот так. Десятки тысяч танков, самолетов, орудий. Около 4 миллионов солдат сошлись в схватке летом 43-го возле Курска. Это позже. В учебниках истории напишут про один из переломных моментов в войне, когда гитлеровские войска попытались взять реванш за поражение под Москвой и за Сталинград и отступили. А тогда, как казалось, это был всего лишь один нескончаемый бой, который продолжался 50 дней без перерыва. Таким он запомнился тем, кто выжил. Умершего тут оставляли на поле боя. А всех раненых умирали с поля. Но столько было убитых. Каждый окоп, каждый перехоп был полон убитых немцем и наших. Ей было тогда всего 20 лет, сегодня 95. Те молодые парни и девушки, сумевшие выжить и победить, сегодня уже глубокие старики. Их осталось немного очевидцев тех событий. Истории, о которой они могут нам рассказать. И это в их честь военный парад. Внуки и правнуки победителей. Полторы тысячи солдат и офицеров прошли по улицам Курска-Чеканя-Шак. Современную форму сменили на сапоги, гимнастерки и шинельные скатки времен Великой Отечественной. Помимо формы сюда еще было доставлено оружие из музея. Это реально то оружие, пулемет Дегтярева, с которым во время Великой Отечественной войны воевали наши деды. Такая честь на самом деле участвовать в параде в данной форме гордость берет. Во главе колонны бронетехники легендарный танк Т-34. Следом современные бронемашины впервые участие в параде приняли и потомки знаменитой «Катюши» – модернизированные реактивные системы залпового огня «Торнадо». Над улицами Курска и над местами кровопролитных сражений прошли также современные боевые вертолеты и самолеты, покачивая крыльями в честь павших героев. Среди зрителей немало тех, чьи родные воевали в этих местах летом 43-го. Дед – уроженец Смоленской губернии, 15-го года рождения, был танкистом, прошел всю войну, был командиром 2-го танкового батальона. Бабушка была рентгенолог в армейском госпитале в составе той же 1-й танковой армии. Собственно, там они познакомились и уже после войны они расписались в Ленинграде. Они герои. Большое счастье, что они выжили в этой войне, но они всегда являлись примером. В знаменательный день почтить память героев сражения в Курск приехал и глава государства. Он возложил венки к могиле неизвестного солдата. В Курск сегодня приехали и представители десятков общественных движений, поисковых отрядов. Те, для кого фраза о том, что война не заканчивается до тех пор, пока не будет похоронен последний погибший солдат, не просто красивые слова, а смысл жизни. К памятникам героям по всей Курской области несут живые цветы. Сегодня на местах кровопролитных сражений огромный мемориальный комплекс в окружении елей и яблоневого сада. Яркое солнце и голубое небо над головой больше не закрывает пороховая гарь. Но эта земля по-прежнему хранит в себе немало свидетельств одной из самых масштабных битв в истории человечества. Михаил Акинченко, Андрей Мелехов, Дальмира Бирюкова, Павел Моисеев, Светлана Баркова, Первый канал, Курская область. Битва на Курской дуге. Июль 1943-го. Военная мощь Германии ослаблена после Сталинградской битвы. Гитлер собирал все силы, чтобы нанести решающий удар. Основная ставка была сделана на тяжелую бронетехнику. Немецкая армия начала операцию «Цитадель» и выдвинулась к Курску. Советская разведка знала, наступление начнется 5 июля. Обе стороны стянули в регион колоссальное количество танков. На пути немецких «Тигров» и «Пантер» встали знаменитые Т-34. От наших позиций вражеские танки были всего в двух километрах. Нанести удар по фашистским орудиям можно было только сзади или сбоку. Под Прохоровкой сошлись в бою 1200 танков и самоходных орудий. С воздуха по немецким частям вели обстрел советские штурмовики Ил-2. 5 августа советские войска освободили Орел и Белгород. Курская битва продолжалась 49 дней. К 23 августа противник был разгромлен. Этот день считается днем воинской славы России. Прохоровское поле – третье поле ратной славы. Вначале о масштабных торжествах в Курске. 75 лет назад завершилась величайшая танковая битва всех времен, окончительно переломившая ход Великой Отечественной войны. Больше двух миллионов человек с двух сторон. Десятки тысяч танков, орудий и самолетов. Это сражение длилось почти 50 дней. Фашисты потерпели сокрушительное поражение, оправиться от которого уже не смогли. После Курской битвы они только отступали. В Курске сегодня прошел военный парад, посмотреть который собрались десятки тысяч жителей города. Приехали и участники тех событий – ветераны Великой Отечественной. Михаил Акинченко с подробностями. Из самых разных уголков страны на железнодорожный вокзал Курска приезжают ветераны. Они прежде даже не знали друг друга лично, но их всех объединяет память об одном из самых жестоких сражений Великой Отечественной – о Курской битве, в которой они все принимали участие. Она мне запомнилась то, что бомбили, стреляли, и я стрелял. Вот и все. Орден славы. Первая медаль за отвагу и за боевые заслуги. Потом были и другие. Но тот самый первый бой для 18-летнего наводчика-артиллериста стал для него и самым трудным. Его он запомнил на всю жизнь. Первая моя встреча здесь была. Я сразу вступил в бой с танками. Помните, что за танки были? Да бог знает какие. Какие ползлить и бил. А иначе я не убью, меня убьют. Вот так. Десятки тысяч танков, самолетов, орудий. Около 4 миллионов солдат сошлись в схватке летом 43-го возле Курска. Это позже. В учебниках истории напишут про один из переломных моментов в войне, когда гитлеровские войска попытались взять реванш за поражение под Москвой и за Сталинград и отступили. А тогда, как казалось, это был всего лишь один нескончаемый бой, который продолжался 50 дней без перерыва. Таким он запомнился тем, кто выжил. Умершего тут оставляли на поле боя. А всех раненых умирали с поля. Но столько было убитых. Каждый окоп, каждый перехоп был полон убитых немцам и наших. Ей было тогда всего 20 лет, сегодня 95. Те молодые парни и девушки, сумевшие выжить и победить, сегодня уже глубокие старики. Их осталось немного очевидцев тех событий, истории, о которой они могут нам рассказать. И это в их честь военный парад. Внуки и правнуки победителей. Полторы тысячи солдат и офицеров прошли по улицам Курска Чеканяшак. Современную форму сменили на сапоги, гемнастерки и шинельные скатки времен Великой Отечественной. Помимо формы сюда еще было доставлено оружие из музея. Это реально то оружие, пулемет Дегтярева, с которым во время Великой Отечественной войны воевали наши деды. Такая честь на самом деле участвовать в параде в данной форме. Гордость берет. Во главе колонны бронетехники легендарный танк Т-34. Следом, современные бронемашины. Впервые участие в параде приняли и потомки знаменитой «Катюши» – модернизированные реактивные системы залпового огня «Торнадо». Над улицами Курской и над местами кровопролитных сражений прошли также современные боевые вертолеты и самолеты, покачивая крыльями в честь павших героев. Среди зрителей немало тех, чьи родные воевали в этих местах летом 43-го. Дед – уроженец Смоленской губернии, 15-го года рождения, был танкистом, прошел всю войну, был командиром 2-го танкового батальона. Бабушка была рентгенолог в армейском госпитале в составе той же 1-й танковой армии. Собственно, там они познакомились и уже после войны они расписались в Ленинграде. Они герои. Большое счастье, что они выжили в этой войне, но они всегда являлись примером. В знаменательный день почтить память героев сражения в Курск приехал и глава государства. Он возложил венки к могиле неизвестного солдата. В Курск сегодня приехали и представители десятков общественных движений, поисковых отрядов. Те, для кого фраза о том, что война не заканчивается до тех пор, пока не будет похоронен последний погибший солдат – не просто красивые слова, а смысл жизни. К памятникам героям по всей Курской области несут живые цветы. Сегодня на местах кровопролитных сражений огромный мемориальный комплекс в окружении елей и яблоневого сада. Яркое солнце и голубое небо над головой больше не закрывает пороховая гарь. Но эта земля по-прежнему хранит в себе немало свидетельств одной из самых масштабных битв в истории человечества. Михаил Акинченко, Андрей Мелехов, Дальмира Бирюкова, Павел Моисеев, Светлана Баркова, Первый канал, Курская область. Итак, сегодня в России памятный день воинской славы. 75 лет победы в Курской битве. В памяти погибших на огненной дуге почтили минуты молчания, а затем в военный парад с участием в военной технике времен Великой Отечественной. И специально к годовщине Курской битвы Министерство обороны открыло на своем сайте раздел рассекреченных документов, которые рассказывают о событиях на Белгородском направлении летом 43-го года. Особое внимание в ряду этих материалов занимает директива Ставки Верховного Главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова. Это была финальная точка стратегического наступления войск Красной Армии. Согласно документу, координация действий всех четырех фронтов держалась в руках таинственных личностей, товарищей Юрьева и Александрова. Под этими фамилиями скрывались маршала Георгий Жуков и Александр Василевский. Из Курска репортаж Александр Ревунова. Военный парад в честь ветеранов. 75 лет назад с востока на запад по этим дорогам входили в город воины-освободители. Легендарный танк Т-34 по-прежнему в строю, несмотря на почтенный возраст. На военнослужащих западного военного округа форма бойцов Красной Армии. Дорогу от Сургута до Курска за рулем собственного автомобиля 93-летний Павел Фомич одолел за три дня. На Курской дуге 16-летний сержант Свербягин прошел боевое крещение, за что и получил свою первую награду. А нас осталось из 28, которые прерывали, пятеро. Миллионы участников, танки, самолеты, артиллерия. По мнению многих исследователей, именно сражение на Курской дуге и предопределило дальнейший ход Второй мировой войны. Конечно же, эта победа была невозможна без героизма наших солдат. Теперь этот автомат ППШ служит музейным экспонатом. А летом 43-го он спас Петра Алексеевича от немецкой засады. Они разворачивают автоматы, ну, расстояние там три метра. Я успел ладони оторвать и так-то, и каждому в лоб. Победа в Курской битве далась огромной ценой. 255 тысяч наших солдат и офицеров остались лежать на полях сражений. Многие в братских могилах. Выжившие и выстоявшие в боях на Курской дуге сегодня вспоминают павших однополчан. В Курск на торжества приехали ветераны из всех регионов России, Украины, Белоруссии и Армении. Вечером для них здесь, в Курске, прогремит салют победы. Александр Юнов, Андрей Куцов и Михаил Шум. Вести. Ну и в память о 75-летии Курской битвы торжественная церемония прошла и в Москве, у Кремлевской стены, в Александровском саду. Ветераны, военнослужащие, кадеты, представители религиозных организаций и участники движения Юнармия возложили венки к могиле неизвестного солдата. И также венки принесли к Стелле города-героя Сталинград. 23 августа 42-го. Один из самых трагичных дней за всю историю города. Самолеты Люфтваффе совершили более двух тысяч боевых вылетов на город и погибли свыше 40 тысяч мирных жителей. За нами сила предков, а мы светлая рать, под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать, над нами благодать, над нами благодать.